друзья всем привет привет мы сегодня на васильских островах с вами александр худяков мы с ним давным давно запланировали наконец-таки порыбачить нам удалась суперская погода мы сейчас как раз стоим рассуждаем на тему того что утром было минус 20 сегодня 27 будет вечером короче обрадовались что наконец хоть какой-то нормальный более-менее денек когда можно спокойно побуриться походить по льду половить поискать рыбку чем будем сегодня заниматься короче рассказывай я профессиональный как это жерличник правильно но да да я сашку попросил гордовая то ночи меня потом поставим жерлички короче мы сегодня чисто по кайфу я сегодня приехал на своем новинком снегоходе мы с таньком потом но если время будет покатаемся и склевать не будет открывать скорее всего не будет он же никогда не клюет мы покатаемся так что-то поболтаем про снежики поставим жерлицы попробуем половить щу кстати вот посмотрели протатор сейчас ну мелко но что-то есть ну короче просто снимем прикольный влог потому что уже тысячи лет я ничего не сниму и мы хотим и рыбу половить отдохнуть и вот у меня например есть очень большое желание сравнить мой актив таргет с антохиным гармином на 32 датчике интересен антохин снегоход я тебя поздравляю с обновкой у нас примерно одинаковые снегоходы на разных брендов просто интересно посмотреть сравнить и снасти и технику для рыбалки ну и рыбку половить у меня просто есть ролик там 100 тысяч просмотров вот они говорят да он у тебя развалится да он у тебя бурить не будет вообще он развалился нет он не развалился он сплавился от горелки он он весь сплавленный он тут вообще нету живого места и все пишут то что 16 тысяч рублей да ты идиот вот он нифига не будет вот смотрите ребят я одной рукой беру и просто бурю и ничего не происходит но это обалдеть конечно там реально два витка нет и он будет я ведь долго не хотел покупать китайский снегоход я короче купил только потому что санек живет на льду на воде с этим снегоходом но остался там ирбис они плюс-минус там одни и те же одна категория да да и он говорит ничего есть игрок нормально вот поэтому подписались с ирбисом вот теперь ребята там лучший сервис и дела гарантии там обучение кредит под 6 процентов короче все это мы вам тоже можем нарядить минутка рекламы сразу сходу погода я у меня я у тебя антох это возьму сейчас расставим жерлички потихоньку мы сегодня решили стартовать не рано немножко поспать и так далее впереди длинный день рыбалки интересный я вот у тебя в течение дня когда жилища сейчас расставим возьму снегоходик с его разрешения и покатаюсь как обладателю стелса интересно что представляет из аирбис уже вижу много плюсов вижу некоторые вопросы которые есть хочется сесть за руль самому покататься ну и я это сделаю потом скажу вам с вами мнение а я антохи дам стелс и просто тоже будет интересно сравнить потому что сейчас на самом деле да вот у нас ребята стоят вот они будут шуруповертом эти шуруповертом то есть любая техника для рыбалки она появляется уже у как можно больше количества людей при этом я помню времена буквально еще пять шесть лет назад здесь я рыбачил один и за все сутки я не видел ни одного человека но я это все к тому что техника для рыбалки появляется и становится много и видел просто в интернете очень много вопросов рассуждений кому какой снегоход купить понятно там все эти panoptics и таргет и шуруповерты уже появляются у многих но вопрос покупки снегохода там мотособаки или еще чего-то он по-прежнему актуален волнует многих поэтому сравним ирбис стелс плюсы и минусы и скажем свое мнение возможно тоже будет кому-то полезно я не знаю почему я его не купил раньше вот серьезно не знаю ну он реально что-то очень долго думал как бы ну потому что это настолько кайфовое ощущение это свобода зимой то есть у тебя в обычном вода летом а тут зимой и лес летом ты привязан к лодке то здесь ты вообще ни к чему не привязан итак самое главное правило короче в жерлицах это чтобы поставить жерлицу нужно прострелить лунку самое главное правило это вообще самое главное иначе не поймаете это точно проверено скажу у нас вышли новые правила рыболовство то есть можно выставлять 5 жерлиц одного человека то есть поэтому сегодня 15 да нас трое я да антоха и наш славный оператор вот поэтому мы можем выставить суммарно 15 жерлиц имейте ввиду потому что по косарю по моему штраф я через штраф честно говоря я не помню но это реально проверяют то есть ко мне уже в этом году подъезжали вот смотри не приятно да смотри вот это дно все дальше ты учитываешь отрезок я вот так обычно вот так вот мне научили делать метр делаю ну это знаешь вот в моем понимании это лишние какие-то телодвижения тем более на морозе у нас есть но ты понимаешь что это отрезок вот такой вот этого но еще плюс поднять да и плюс еще сверху поднять вот как раз он и вот и вот вот этот оборот катушки ты дома посмотрел сколько он тебя выматывает примерно я уже так посмотрел плюс минус значит я вот сейчас но я просто делаю смотри 1 2 3 4 5 оборотов для твоей жилицы достаточно все ты одеваю и сразу флаг а потом оба малька малька саш мог где рыбачишь да ну там все вот не кажется что вот наша акватория она такая кайфовая она идеальная тут и если она если может быть идеальная акватория вообще в принципе за у нас она идеальная да и только здесь потому что у нас есть все условия у нас есть коренная волга причем это коренная волга представляет из себя можно сказать реку в первозданном своем состоянии условно то есть это поток течения большие глубины и так далее и так далее причем в коренной русла волги у нас достаточно разнообразные то есть нас не просто там какая-то труба да в которой дуют течение там даже глубинами у нас есть затопленные острова у нас есть физические острова там образующие косы верхние и нижние на которых скапливается бель малек это все не опрессуют и щуки и судаки и окуня и головли у нас есть различные хитрые бровки не просто какая-то прямая там тупая да со свалом а с рытвенными вгрызенными там ну просто короче очень много условий потом помимо коренной волги со своими всеми со своим большим разнообразием вот этого всего рельефа у нас огромная пойма вот мы повторюсь находимся внутри в самом центре практически васильских островов здесь очень большое количество проток озер и это в том числе тоже пойменная часть нашей великой матушки волги причем в этой акватории у нас есть и другие пойменные части то есть вообще еще больше проток озер они все разные они разные по рельефу есть протоки с течением есть без течения сильным слабым то есть есть по моему есть вообще все только и логике мало а вот у нас есть все на волге кроме платные форели но если мы хотим в нашу область платный форель у нас даже платные пруды у нас тоже есть пилогический судак но он находится практически исключительно только там где течение либо отсутствует вообще либо она очень слабая на сильном потоке судак у нас тоже поднимается в пилогику когда на жор выходит а все остальное он за корягами стоит потому что он вообще-то по большому счету больше пилогическая рыба а за коряжками он отдыхает ну в том числе да причем вот я хочу сказать что на течении точно у нас есть пилогический судак даже на сильном течении вот за много лет наблюдений как только у меня появились там системы живого сканирования я это наблюдаю и летом и осенью и в том числе сейчас зимой и даже ночью зимой очень часто ловлю ночью и даже ночью зимой на потоке есть пилогический судак но вся фишка в том что это не огромное количество этой рыбы не вся вот рыба который есть в этой зоне не это единичные рыбы но как только мы уйдем в зоны с стоячей водой или с очень слабым течением там пилогического судака становится все больше или его ловить также можно в принципе даже это по факту у нас есть да не может количестве такой четкой системе как других регионах но и то есть лиферные аккумуляторы вот вообще шикарная штука ну речь не об этом короче но не было к ним инструкции в общем он сказал потом что-то как я делал еще у них приез на рыбалку инструкции я их очень сильно ждал главное не пешком вот это первое что я ощутил и как только на первую же рыбалку съездил на снегоходе я ощутил что раз в пять или в шесть я устаю от рыбалки меньше представьте вы все сутки ходите пешком вам нужно дойти до места ловли вы еще там весь день рыбалки в этом месте ловли потом уставшие еще идете обратно сколько там километров и т.д. и т.п. здесь все на технике и реально от рыбалки физически устаешь сильнее а со снегоходом вот каждый жерлицу он ставит просто перемещаясь на снегоходе пугая просто всех щук здесь в округе но я не стал им об этом говорить пусть катается это все нужно возить приобрел большие сани потом когда приезжаю на точку у меня есть маленькие сани и я уже с ними перемещаюсь для того чтобы ни рыбку не пугать ну и так сейчас еще зима холодно когда ходишь немножко согреваешься был маленький и очень давно вообще как только начинал осваивать жерличную рыбалку начинал осваивать сбалансированного куни с жерлиц вот в общем ты чувствуешь какая скорость постановки чё я вам саньку говорю чувствуешь какая скорость постановки жерлиц у меня да вообще капец ты красавчик я еще первую даже не выставил а он уже все выставил молодец что купил снегоход спасибо вот короче пришел к тому что использую тройники среднего размера дальше у меня идет поводок титановый это не титановая скрутка которую я использую часто об этом говорил в своих постах по ратлинам а и на жерлицах именно просто титановый титановый поводок дальше идет грузик весом 10 грамм 2 силиконовых стопора для необходимости но когда ловлю на мелководье ими не пользуюсь когда ловлю на глубине большой я уже пользуюсь могу грузик там отодвигать и он не будет находиться в одном состоянии не сползать ничего леска 0 45 начинал я с 0 35 или с 0 3 происходили обрывы на крупных щуках это раз второе на морозе когда подбегая щука мотает всекаешь резко очень часто 0 3 резала руки в кровь на морозе поэтому 0 45 то есть и для крупной рыбы чтобы обрывов не было ну и чтобы руки на подсечки не рвать вот такая катушечка и я ее дополнительно помазал корректором белом для того чтобы когда вы подходите к лунке сразу издалека видеть мотает ли щука катушку или нет если бы их не было бы то при определенных погодных условиях освещения можно не заметить мотается катушка или нет вот она ползет смотри но это совсем мелкая приманка картином маслом антоха на паноптиксе антоха жестко на паноптиксе я вообще ничего рыба есть ты вот ползла сейчас покажу какой экран у тебя 12 12 дюймов друзья вы видели эту красоту вот эту зимнюю заметил то что практически там в 90-100% случаев я на лунке сижу либо на коленях либо сижу то есть это ухудшает качество подсечки затекают ноги так далее а вот это просто стоишь вот так вот это очень большой плюс и неважно снегоход или саня контроли сразу и но она тяжеленная санька она невероятно минус тоже да но качество подсечки точно лучше стоя но она такая да но она очень увесится потаскать ее в руках в санях так же конечно удовольствие носят они все тоже такие рогатулины ставят да видел вот и с ними ходят да сейчас мы нарежем и покажем эту вкусность вообще вот этот запах вот вася передай этот запах пожалуйста мясо на морозе а если еще горячее мы ко мне приезжали ребята гости из москвы на рыбалку мы делали в общем шашлык на льду прям на морозе тоже мороз был тоже попали выбрали погодку там так минус 15 под минус 20 к вечеру этот горячее мясо на льду в мороз это просто я просто люблю водочку было бы там месту была водочка водочки не было потому что все кто ко мне приезжает на рыбалку антон николаевич они все предупреждены они все знают что алкоголь мы водки запрещены вообще употребление алкоголя на рыбалке это плохо после рыбалки вообще отлично вот даже порой даже нужно да а вот на рыбалке это прям не хрена тут сколько снега а давай на счет 3 типа 1 2 3 поехали а а а и а а а а а и это было эффектно слушай, ты так хорошо взлетел это вообще ощущение в полете четкое ну что, короче, мы поваляли деревья я два раза упал в снег вот так просто, короче, покатались я на Антохином Антоха на Стелсе давай, Антох, ты начнешь но это пока это мы так скажем, по пухляку, по всему прочему по скорости попозже будет короче, обалденная управляемость потому что гуська короткая но расширители мешают но когда ты едешь прям по пухляку по поездам останавливались ты его прям боком кладешь он такой очень легко идет управлять максимально легко но потом, когда мы с тобой поменялись я на своем почувствовал сильно мощнее ну прям, ну не то, что сильно не, ну прям по ощущению мощнее у него расширителей, короче, не стоит и я думал, что вот эта вот маневренность, короче и постановка, как ты это называешь? траверсы на траверс, снегоход, в бочину заваливаешь будет легче и проще на этом в общем, там прям где-то вон там в дребенях мы поменялись, короче я сравнил тут же и, короче, реально расширители дают вот эту легкость что ты его заваливаешь управляемость хотя я думал, что наоборот вообще будет смотри, если тут были бы узкие лыжи вот, он бы тупо под снегом бы шел вот ну да, да а тут, получается, они сверху держатся и вот он, видишь, он прямо не может по пухляку разогнаться, да? а ты его только вот, ну, в траверсу поставил и он вот так вот едет ну вот так он примерно и ехал, я видел вот так вот, да то есть ты вот так вот только поставил одну лыжу вот так повернул и все, он начинает разгоняться по пухляку причем, кстати, согласись, что он держит это то есть ты его поставил и он не просто там, как-то ты проехал пару метров или там метров 10 и упал, короче а нихрена, ты едешь, едешь, едешь на нем до тех пор, пока тебя кайфанюшат короче, вот слушай, вывод очень простой вот сюда ставишь этот, больший ход 180 и просто кайф ирбис, ну, как говорят, у них тоже есть с короткой гуськой, 180 кубов но мне, видишь, мне вкатывает кофр мне кофр нравится, то, что сюда загрузил все подряд Старико вот сегодня приехал, да, с санями я вместо кофра даже большого использую вот вместо большого такого кофра я использую вот такие большие сани вердикт твой, короче, вот по не по скорости, а вот по пересеченке вот когда ты там в куче снега да, я, кстати, знаешь, что заметил вот там вот, где намело там вот явно больше, чем по поясу ну, там прям, да и он прям, ух, вот так вот провалит и ему вот гусянку короче, вывод такой идеальный снегоход будет выглядеть так он будет весить, как он половину этого и половину этого стыкуем, короче он должен весить 180, не больше а лучше, как он, 160 но при этом это должно быть 30 лошадей 4 такта и все, и тогда это идеальный снегоход ну вот мы, да, тоже уже разговаривали вот реально, вот эту гусянку по ширине длинную 30 лошадей и просто будет и ма вообще просто просто ма будет и причем, я думаю, что при этом не супер сильно увеличится расход потому что у меня снегоход вообще просто нюхает бензин я не знаю вообще ни о чем я когда выбирал снегоход, знаешь, смотрел там всяких блогеров ну, как бы это, что ребята рассказывают потому что я же вообще в них ничего не понимаю ну, как бы сейчас есть понимание некое но не так, как раньше, да там ребята рассказывают о том, что вот он много жрет, вот он много жрет да там его заправлять да он вообще ничего не ел он просто ничего не ест я же никогда не ездил на них я привык в лодке я заехал на заправку сотку за три дня сотки нету это да, ну это, понимаешь вот ты вообще осознаешь, что сейчас только что, до начала наших покатушек чтобы наобрат сел мы покушали мяска мы это показывали вам очень вкусно, кстати, было ты, ты съел мясо тогда больше, чем твой снегоход и мой, съедят вместе взятые за всю нашу сегодняшнюю рыбалку так что, вообще ну, вот, если честно вот я проехал 200 километров на нем вот у тебя сколько ну, в среднем, вот так, расход примерно по твоим ощущениям вообще, вот даже без понятия потому что я его залил и езжу, 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 езжу он вообще не кончается ну, у меня то же самое ну, ты знаешь как короче, я думаю, что литров 10, наверное 12 литров вот у меня бак и мне этого хватает где-то на 60 на 50-70 километров покататься причем, ну, в зависимости от условий там, понадобится заправка или нет там, непонятно я думаю, где-то километров 60-70 мне хватает я только что вернулся из этих разливов между Сызрани и Балакова я откатал полностью весь день по тем площадям в режиме поиска и я даже не дозаправлялся у меня пол бака осталось а бывает я проезжал здесь до Малой Рязани и обратно и у меня полностью бак высаживался вот, ну, честно не считал но мне где-то кажется что полный бак это километров там 50-80 в зависимости от условий там, по которым ты едешь и как едешь мне кажется так ну, смотри, кстати вот сразу вопрос тебе, да там, как представителю этих Ирбисов у вас сервис есть? ну, все что вы можете делать в этом сервисе? слушай, ну, мы изначально всегда собирали лодки то есть мы их тенингуем собираем там, наряжаем и мы подумали а че? ну, вот у нас у двоих там есть снегоходы они прекрасно их понимают перебирают собирают вот, давайте тоже ну, вроде собирать продавать давайте подписали контракт с Ирбисом честно после японских снегоходов которые вот там стоят в сервисе, да там вот подошел чик-чик вот так вот раз и все у тебя открылось ну, здесь так вот это вот открыть вот это вот шляпа открывается и все то есть, если тут крякнет ремень вариатора ну, как бы на часочек ты прям здесь останешься перебирать ну, слушай, короче по-простому, да вот по пользователю я нахожусь в центре Василей у меня что-то сломалось я звоню тебе и вы мне поможете да, кстати у нас вот с этого года мы или не поможете нет, мы пробно мы пробно ввели значит такую историю как спасательная операция она будет за деньги попробовать ввести с этого года но это доступно для всех не тот, кто у нас купил а вот ты уехал за Волгу провалился не дай бог там ну, или вот здесь я заглох вот нам с тобой возвращаться я не знаю километров 10 минимум а то и больше вот что мне делать я один я же его не донесу на себе нет вы меня отсюда спасете ну, конечно, друг мой тебя лично спасем да нет да мы всех спасем на самом деле вот вопрос только в том что, допустим как правильно обрисовать ситуацию если человек купил у нас Ирбис и он у него вот здесь вот на василях крякнул а я сижу в бане где-нибудь на другом стороне Самары да другой стороне Самары вот и как вот с этим быть вот это большой вопрос мы можем завести снежек загнать его в прицеп и куда-то поехать на спасательную операцию ну что, я понял вы свой снежек в свой прицеп приезжаете сюда где это и отсюда уже едет со мной меня и выкурировать но мы сразу в сервисе собираем так чтобы ни за кем не ездить ну ладно но поскольку это техника ну давайте будем честным китайская по большому счету понятно, что она там собирается под Москву и любая техника ломается это проверено да и тут ну как бы надо понимать что это не Ямаха который ты купил как мне сейчас скажешь или там да или БРП и поехал там куда глаза глядят я пока боюсь далеко есть честно тебе говорю да я с собой вожу пол снегохода то есть вот здесь вот есть половина снегохода который у меня с собой в одной коробочке да давай короче по моему вердикт по вот этому пересеченке пухляку не знаю там ну просто итог твой мне очень понравилось я до этого же всегда каждый год брал в прокате такие штуки максимально он и сейчас вкатил единственное я бы перебрал осенью весной когда там сезон закончится я бы на 180 перебрал бы вообще бед ну мощности добавил бы чуть-чуть добавил мощности и все ну согласись что вот прям чуть-чуть вот ну хочется да вот сравнение с этим конечно хочется вот это вот рывочный небольшой но он прям чувствительный у меня хоть и небольшой опыт но я прям кайфую ну хорошо давай теперь я твое давай короче значит знакомство с Ирбисом у меня было печальное очень печальное было оно во времена моего выбора стелса как впоследствии выяснилось его приобрел это было лет 5 назад где-то примерно сейчас когда мне Антока сказал что он купил Ирбис ну я промолчал я без комментариев это оставил был у тебя комментарий был комментарий но это не надо говорить там мало было цензурных выражений вот но значит сейчас я катаюсь уже там несколько часов ну прям вот реально очень много чего исправили ну исправили и прям очень приятный аппарат получился вот по пухлячку вот самое главное что я заметил конечно мощность то есть сравнивать повторюсь прямую глупо потому что разные немножко мощности да и года и это но тем не менее все равно чисто вот такое по ощущениям мощность хорошо то есть у меня там 9 с чем-то лошадей там плюс-минус вот у тебя 12 вот эти вот там 3 лошадки они добавляют скорости 10 км в час уже проверил это 20 25 процентов почти получается по накатанной на Ирбисе Антойхену 50 ровно километров максимум было у меня максимум 41 то есть 9 км в час вот по тому что я испытал два раза упал и все такое вот чувствуется вот эти вот 3 кило вот эти лошадиных силы которых я сказал они прям добавляют ему и на старте прям вот если прям в пол топишь сразу прям чувствуешь этот рывок реально это раз и в пухляке когда просаживаешь вот когда вот с накатанки только въезжаешь в пухляк вот этот первичный удар вот это вот первичная да резкая нагрузка на движок когда она начинает у меня вот это а у него получается у Ирбиса он тоже провалился так же но потом он прям и вышел короче и поехал дальше вот реально вот я не думал что эти 3 км в час вот ой в смысле лошадиных силы они дают это ощущение плюс плюс обязательно плюс это длина гусянки чувствуется что он не так проваливается в пухляк а мы с тобой там выходили у нас там по поясам прям вообще по поясам я думаю может квадрокоптеры видно будет то есть вот эта вот чуть большая мощность и удлиненная гусянка реально в сложных условиях по которых я обычно езжу по пересеченной местности да еще с санями эргономики мне понравилось большой багажник прям однозначно большой обалденный багажник у Антохи кофр как на больших там как на нормальных стегоходах да вот прям реально у него есть вот эта вот часть на которой мы сидим открываешь у него полноценный багажничек внутри у тебя там навалено очень много вещей у меня там багажника нет там просто отсек под аккумулятор мне понравилось это то что я уже попросил вас заснять короче у Ирбиса передача включается сегодня ну передача какая вперед назад мы не ездим как бы мы только вперед как танки как бы задняя не пригождалась ну короче вперед включается встретивались чертова разы включаешь это мой косяк обороты я немножко подправил обороты то есть у меня глох вот ты знаешь что есть история когда стоит он на холостом и заглох вот я прибавил чуть оборотов чтобы он не глох потому что мне это немного раздражает и шестеренки не успевают зацепления вот убавляешь он нормально вставляется но при этом глохнет да я вот этот момент не могу поймать ну вот опять нюансы которые каждый для себя сам решает но это прям напрягло то есть я привык у себя ты сел воткнул и поехал а здесь я воткнул у меня короче за два две тысячи километров две тысячи километров не было ничего тут фу я не заменил ни одной детали вообще я ничего не делал даже ременевратор не проверял вообще ничего не комментирую я просто реально ничего я с ним не делал почему у меня ты знаешь да там рассвет я на льду и точка за точкой точка за точкой у меня ощущение что я не слазусь с него что я катаюсь катаюсь и катаюсь но вот прошла зима уже февраль мне 200 километров не тоже а у тебя получается 500 где еще 300 накатываешь антенна до марта марта же полный конечно пока лед не растает я это самое на лодке рыбачу до тех пор пока я когда я заезжаю с лодкой и машины на лед я заканчиваю сезон как только у меня недели ровно обычно то есть недели вытащил лодку и через неделю же пошел на рыбалку вот а я на снегоходе короче когда приезжаю на водоем если там открытая вода я заканчиваю сезон на снегоходе короче ирбис меня реально приятно удивил я не был к нему положительно настроен никогда вот сейчас пожалуй то есть если бы у меня не было бы ничего какого-то снегоходик я бы с тобой катнулся ну я был бы готов рассмотреть эту вещь к покупке однозначно прям за это время приятно удивил у тебя лобачу и широкий реально потому что когда я долго еду не отваливаются руки но почему нельзя вот как-то сделать вот побольше было но вообще знаешь я попали слабо помню но по-моему у меня тоже было стекло что вот это штатное стекло и она у меня было маленьким но она была точно больше чем у ирбис она побольше было но было маленьким и я взял заменил на другое пошире у всех соседей у всех знакомых у всех друзей взял и покатался на всем чем они обладали мото собаки всяких брендов наших не наших там вообще не все короче разных мощностей и так далее значит эти динги стелс и ирбис и короче приобрел снегоход но мысль именно снегоход в том плане что мотособака это не то посадка это не то удобство чё флаг говорит это мой флаг все заканчиваем болтать на этот по снежек а давай снимай реально вдвоем днем туда на рыбалку вам нравится мне да классно как дырай вова ну скорее всего там ничего там скорее всего ничего нет но тем не менее флаг добавивший азарты да а то есть ты сначала пытаешься почувствовать а я все время дергаю не выматываю слабину если она есть но прежде чем что-то делать выматывать я беру леску через два пальца немножко вот так передаю вибрацию на малька то что она его держит то как бы ей показать есть отличный пример получился понял я потискал малька она его сжала и пошла а если вы сразу сечь ну там разные варианты могут быть но вот лучше делать так и не торопиться при заходе в лунку она не крупные но такая щечейка классная щучка причем отмечу что смотрите абсолютно всех пиявках пиявок очень много стоит ой она везде смотри в голове на теле на хвосте вот здесь вот это особо не двигается я же в паноптик все видно было что это что она стоячая но стоит около вот такого кстати размера ее видно было короче поиграли сегодня от души но честно сказать мы как бы в рыбалку не упирались вы поймали этих окошков одна жерлица была одна щучка вот ну и все но зато потрясающе проведенный день да вообще эмоции немерено просто и вот катание на снегоходе очень круто разбавляет рыбалку да но изначально в антон правильно сказал ехали отдыхать отдых получился причем с большей частью отдыха мы даже и рыбу поймали особо не прикладывая сил что-то поймали кайфанули потому что ты со снегохода встал жих поставил поехал дальше потом также подъехал жих вытащился ладно друзья надеюсь такой формат вам понравился если да то пишите может быть какие-то советы дайте нам может быть мы продолжим снимать то что но я так никогда не снимал но наверное кажется формат интерес простые видосики по фану показываем что у нас происходит формат влога если интересно пишите в комментарии мы с антоном продолжим точнее есть еще мысли которые хотел тебе предложить по поводу летних рыбалок формате влога половить классных ложких рыб больших и маленьких на маленькие крупные приманки если будет интересно такой простой рыболовный формат без за заумных лишних слов пишите в комментариях будем снимать дальше антохи спасибо что приехал два года мы собирались и просто кайфанули прям вот даже всем спасибо пока пока